Значит, это наша очередная лекция. Я Резван Гусейнов, директор Центра Истории Кавказа. Очень рад вас всех приветствовать. И еще раз, пользуясь случаем, поздравляю с праздником Рамазан, с окончанием Великого Поста. Те, кто держат, они знают, что это такое. И, честно говоря, каждый раз думаешь, Аллах, что в следующий раз, как говорится, тоже, миша Аллах. То есть, это отдельная тема. Она такая закрытая, но поздравить надо. Что касается нашей лекции, сегодня это наша уже третья лекция. Значит, первая лекция у нас была в декабре, вторая лекция была в феврале, и сейчас в апреле. То есть, алгоритм раз в два месяца. Сегодня заявлено цикличность, да, обязательно, учитывая, что все-таки мы уже касались этой темы, новая роль Азербайджана в тюркском мире и на Ближнем Востоке. Наверное, сразу же возникли вопрос, почему на Ближнем Востоке. Потому что мы обычно исторически привыкли смотреть на Южный Кавказ. То есть, все, что связано с нами, мы считаем, что оно ограничивается Южным Кавказом, ну и, может быть, постсоветским пространством, с которым нас какие-то фантомы тридцатилетней давности еще связывают. Но тема почему заявлена в этом контексте? Уже на прошлой нашей лекции я проговаривал, что Азербайджан, и не только Азербайджан, находится в такой ситуации, в хорошем смысле, то есть слово «ситуация», к сожалению, имеет обычно негативную коннотацию. Вляпался в историю ситуации, попал. Но тут происходят некоторые глобальные процессы, в рамках которых мы не имеем права допустить ту ошибку, которую допустили там 30 с небольшим лет назад. То есть, когда распадался СССР, многие здесь присутствующие, они все это знают, жили в тот период, и, как говорится, часть осознанной своей жизнью они посвятили этому государству. К сожалению, мы, мягко говоря, были не готовы. Это еще мягко говоря, в отличие от наших соседей, которые шушукались еще с конца 80-х годов, прекрасно знали… Мурат, здесь Аляшкина… Они прекрасно знали, что нас ждет, что к чему, но наше руководство, я не буду, не люблю никого критиковать. Получилось так, что мы сами не созрели для этих перемен. Мы жили вот какой-то определенной такой атмосфере советской с ее законами, считали, что вот что-то может быть, а чего-то не может быть. Ну, жизнь нас научила, и я думаю, что мы неплохо сдали этот экзамен. Вот сейчас те, кто тогда оказались впереди, как в старом анекдоте, кто стал раньше, они сейчас расслабились. То есть, в итоге первой Карабахской войны и так конфигурация геополитическая, которая без нашей воли и фактически без нашего участия, скажем так, в итоге с пассивного согласия сформировалась в регионе, мы смогли ее переломить. Это, конечно же, 44-дневная война 2020 года. Но еще тогда, выступая в ряде эфиров, я пытался, призывал наше общество к тому, что ничего не кончилось, а все только началось. И если многие думали, что впереди праздничные дни, только лишь радости и какие-то вот happy end – это в фильмах концы есть в жизни, все, как Имра Амельм сказал, циклично. И если мы открыли дверь в новую циклу, то есть, в активной фазе в этот раз были мы, в прошлый раз в активной фазе были армяне и те, кто были за ними, это целая группа стран, мягко говоря, те, кто сопредседатель Минской группы ОБСЕ, то есть это США, Франция, Россия. Почему я говорю Франция? Потому что Европа там присутствует именно через французские очки. В этот раз в активной фазе находятся Азербайджан и его партнеры. Скажем так, от Европы те, кто уже не в Европе. Это Великобритания, это Турция, конечно, это Израиль, это Пакистан и еще ряд стран, которые вместе с нами хотят открыть эту новую дверь. Но почему мы выделяем Азербайджан? То есть может показаться, что раз мы азербайджанцы, мы преувеличиваем роль Азербайджана, потому что мы здесь живем. Нет, в этот раз на нас серьезная миссия и многое зависит от того, как мы с ней справимся. Как бы это странно ни звучало, то есть вот эти большие игроки, о которых мы сказали, ведущие страны мира, и даже те, кто нейтральны, в частности США, но постепенно дрейфуют. И даже те, кто против нас, допустим, Франция, Индия или нейтральный Китай, который позитивно к нам нейтральный, они все выжидают. Если Украина, то есть война в Украине, она формирует новый миропорядок в глобальном формате, то то, что происходит в нашем регионе, оно сформирует будущее и не только Южного Кавказа, Центральной Азии, Передней Азии, Малой Азии, Ближнего Востока. Потому что Хартленд, кто бы как ни крутил, сердце Евразии находится именно на тех параллелях, где мы живем. Это идет и до Центральной Азии, и так можно продолжать до Италии. То есть это определенные теплые, где контроль над которыми затем формирует остальную, скажем так, архитектонику других регионов. Если мы справимся очень хорошо, значит и те страны, которые с нами единомышленники, они тоже реализуют в своих регионах или на своих уровнях планы, которые загадали. Ну скажем, какие планы, здесь никаких секретов нет. Идет стандартный, банальный передел мира, то есть сфер влияния такое происходит иногда в сто лет раз, иногда в сто лет два раза происходит. Я не вижу смысла считать там Первая мировая война, вторая была, некоторые говорят сейчас третья. Вообще, если по логике можно и наполеоновские войны посчитать мировой войной, они закончились Венским конгрессом, где весь мир перешел к новой фазе капитализма фактически. Можно и те же самые 30-летние войны 17 века или 100-летние войны, которые завершились Вестфальским миром, который нарисовал вот этот весь европейский ренессанс, прогресс, отстранил религию, секуляризация. То есть надо думать и гадать, когда первая, когда вторая. Я не вижу в этом смысла. Главное, что причиной этих процессов является то, что старый миропорядок, его экономическая составляющая, культурная, политическая, она не работает. Но элементарно, международное право мы видим, как просело, что обычно прав тот, кто правее или тот, кто сильнее, что вот это совбез, так называемая ООН, пять стран ведущих, которые по итогам Второй мировой войны сформировали нынешний миропорядок. Якобы они договорились, потом сформировалась двадцатка стран, чьи двадцать, между ними есть G7, которая не совбез, пять, я вас мучаю. Почему? Потому что на этих конструкциях держался весь миропорядок после Второй мировой войны. Но он просел и сейчас будет, к сожалению, силой, как обычно, к сожалению, любое право формируется силой, ни разговорами, ни дискуссиями, к сожалению. Всегда все скатывается к банальным войнам и выяснению обстоятельств. В этот раз мы к этому этапу, я думаю, неплохо подготовились. То есть на этом этапе у кого армия сильнее, тот правее, как это грубо не звучит. И поскольку наша армия, она доказала свою боеспособность не только на словах, и на ней, скажем так, очень серьезная миссия. Наша армия сейчас как бы является одной из сторон, которая формирует новую повестку. И даже внешняя политика во многом сейчас зависит от того, что, как делает армия. Это касается не только Азербайджана. Это касается, к сожалению, большинства стран и ведущих. Мы видим, что все дискуссии... Было время, когда, допустим, Россия с Америкой договаривались о чем-то, не подписывая даже документов просто на честном слове. И миропорядок между Китаем, США, Россией, Великобританией, Францией и рядом стран, он формировался на основе взаимовыгодных экономических. То есть во главе стояло «давайте заработаем». Даже когда распадался СССР, целью было создавать СССР громоздкий, а мы создадим новый формат Россия и другие республики и будем зарабатывать. Ну, грабить или зарабатывать кому как удобнее. Сейчас опять-таки получилось так, что выяснение обстоятельств будет силовой плоскости. И что изменится? Какие константы изменятся? Это очень важно. Те проекты, те страны, те регионы, которые были подавлены, вот такое хорошее слово, то есть они были лишены проектности, они будут сейчас усиливаться. Чтобы было проще, я даже так скажу. Мы все в школе учили историю, есть цикл. Всемирная мировая история, древняя история. Вот те страны, у которых приставка есть «древние», это были фавориты последние 200-300 лет. Давайте пробежимся, кто там. Древний Египет, древняя Греция, древняя Индия, древняя Армения, древний Китай. Итак, вот все, у кого сразу Вавилон, все, у кого есть это, вспомните древность. Им всем будет сложно, потому что это вымышленные древности. Это когда я наворовал чужих вещей, и на основе этих чужих артефактов я составил какую-то конструкцию, и все поверили. Потому что так надо. Сильные так приказали. Те, кто по итогам еще до Первой мировой войны, это после Вестфаля, после 17 века, на стыке 17-18 века, сформировался вот тот образ истории и мировоззрения, где мы плохие. Почему мы плохие? То есть вот эти древние, они хорошие, они страдали, они носители цивилизации, культуры, гуманизма, всего хорошего, позитивного. А мы те, кто кочевники, без разбора. Желтые, черные, красные, голубоглазые, блондины, черные, все мы кочевники. Начиная от Алтая и кончая до Средиземного моря. Вот там, где мы. Все понимают, о ком идет речь. И даже нас не спрашивают, допустим, ты тюрок, не тюрок, это вторично. Главное, что ты попал под раздачу. Поэтому нам всем прописали в истории роль такого демона злого, от которого надо беречься. И вот общий страх этого демона объединил вот эти самые древние так называемые цивилизации, которые якобы охраняют эту цивилизацию последние 200-300 лет. Они нам нарративы дают. При этом я не говорю, что они все плохо делают. Да, они дали определенные культурные коды, создали новые какие-то цивилизационные рамки, технологический прорыв и так далее и тому подобное. Много чего интересного. Но, как обычно и бывает, любая цивилизация, как любой человек, рождается, растет, усиливается, достигает пика, ну а потом начинает уходить по экспоненте вниз и цепляется. И чтобы спасти, защитить свой проект, он начинает уничтожать все вокруг. У него уже не остается сил. Он не может, он не договороспособен, как раньше. Когда он был сильным, его слово было законом и все слушались. Вот сейчас западная цивилизация находится в этом промежутке, где она начинает скатываться к тому, что она критиковала во всех нас в нашей истории 200-300 лет назад. Да, это все равно, что я извиняюсь, когда молодой человек, как он медленно движется, а вот он плохо думает, а вот он не вспевает в ногу со временем. А потом, когда сам доходит, он понимает, что это стандартная ситуация. Так вот, сейчас мы как птица Феникс. Не зря же вот эти все нарративы Феникс и так далее. Если мы справимся, я опять возвращаюсь к той миссии. Почему я это вам говорю и не только вам, но и тем, кто будет нас смотреть? То новое поколение, которое сейчас формируется, я опять вижу, здесь молодые ребята есть. Очень хорошо, что приводите детей, молодых. На них эта ответственность лежит, не на нас. Мы, к сожалению или, я не знаю, к счастью, мы вчерашний день. Но на нас огромная миссия, чтобы эти дети, особенно эта миссия на женской половине личной, они воспитывают, они поднимают, они дают мировоззрение. Вот мужики, что, пришел вечером, если с пустыми руками, то могут и здрасте не сказать. Ну, это так, в шутку. Поэтому, если мы четко для молодежи сформируем, чему она учится, образование. Я сейчас ругаться начну. Тема, если образование здесь пойдет. Образование – это вчерашний день. Вот помните фильмы у нас советского периода, когда надсмехались над медресе, мечетями, религиозными образованиями? Ну, помните, эй, забер, аа, эй, забер, таа. И мы здесь смеялись. Вот те, кто смеялись, они сейчас оказались в такой же ситуации. Нынешнее образование ничем своей негативной коннотацией не отличается от этих медресе. И даже смешно, эти медресе уже на голову становятся выше, чем то образование, которое впаривают нашим детям. Насильно. Дети ненавидят, презирают образование. Давайте честно признаю. Правильно? Науку хотят. Дети хотят знаний. Но образование уже не является синонимом знаний. То есть тема большая, а значит, вот здесь все и надламывается. Вот эта вся система образования из-за того, что она просела, значит, и у тех, кто ее выдвигал, она была успешной. Я имею в виду европейская система. 19-й век, даже 18-й век, 20-й век. Она дала прогресс. Но сейчас она ничего не дает. Разве что деньги. Там кто-то зарабатывает, кто аффилирован в этой системе. Поэтому все начнется с того, чтобы дети поняли, и в первую очередь не только дети, но и родители, что мутить детей не надо. Оценки. Я, конечно, не призываю, не дай бог, чтобы не учитесь. Но учеба не там, куда ходят 10 лет. К сожалению, давайте признаемся. Или 12 лет. Параллельно, оказывается, ты можешь математику и в школе преподавать, но почему-то нужно идти к репетиту 10-летнему ребенку, ту же науку изучать. Тогда зачем школа? Я не думаю, что это случайность. Это именно вот то самое скатывание, которое произошло в позднее Средневековье и далее, допустим, в тюркском и исламском мире. Когда образование отошло на второй план, вслед за ним просела армия. Всегда так. Если первым делом проседает образование, следующий технический прогресс держится на армии. К сожалению, это правда. Без технический прогресс все новинки обкатываются, покупаются, используются сперва в армии, в военном деле. А потом уже оттуда что-то дается во благо или нет народу. Вплоть до интернета и телефонов, смартфонов и все, что нас окружает, сперва было обкатано в военных технологиях где-то в 60-70-е годы. В конец 60-х появился интернет, об этом мы еще не знали. Мы вообще тогда в 70-е годы появились домены, почты. У меня в 91-м году был компьютер, мне с южной *** папе подарили. Весь двор приходил смотреть на то, что такое компьютер. Для этих стран уже было нормально. Так вот, сила технического прогресса в образовании, но не в том слове, которое «образовывать», а в знаниях. Монополия над знаниями являлась основной фишкой европейской цивилизации. Монополия над знаниями. Если до этого была монополия над религией в Европе и не только, то есть кто держит религию, он формирует политику. Монополия над культом, допустим, католический, Ватикан, у него свой культ. Эту парадигму поломали протестанты. То есть они сказали, почему заведуют религией, допустим, Ватикан или два-три центра. Очень удачный проект у них получился. Вот Ренессанс, прогресс и все, что мы получили. Сейчас они превратились в тех же самых вот этих священников, я имею в виду те, кто сокрывают знания. Если до этого они скрывали истинную религию, веру, то есть монополизировали веру, превратив ее в культ, то сейчас в этот культ превратилась наука и образование. Оказывается, чтобы быть умным и образованным, надо пройти какой-то этап, получить какие-то бумажки-бумажки. Без этого ты не вхож. Это я говорю, как, допустим, сколько лет я в Академии наук системы работал, два образования и так далее. То есть я считаю, что мы имеем право в этом говорить. Здесь сидят интеллигентные люди, которым, может быть, даже два-три поколения воспитали детей и внуков. Вот та самая болевая точка. Если мы поймем, что знание не является синонимом образования нынешнего, мы освободимся от этих оков, освободим своих детей. И тогда вот это разгруженное пространство и время в голове у нас можно будет заполнить чем-то более полезным. Я еще раз извиняюсь. Большинство мы здесь с высшим образованием, но большинство таксистов тоже с высшим образованием. То есть вот этот феномен, который раньше был, то есть диплом и так далее, это не является феноменом. Так же, как и галстук. Так же, как некоторые элементы фетишизм. То есть это фетиш, не более того. Поэтому, если мы говорим о знаниях, то нам нужно сперва, это мое личное мнение, посмотреть, что и как делали наши предки, когда они были на пике своего развития. Грубо говоря, отмотать 17 век, 18-17 век дальше. Почему? То есть знания для чего нужны в политике? Для того, чтобы управлять. Не секрет. Через управление достигаешь остальных целей. Как же мы были, наверное, самыми знающими, раз самые большие государства создавали наши предки. Ну, это логично. Как бы нас не критиковала евроцентрическая историческая концепция, где нас представляют варварами, оказывается, все время издревле вот эти оседлые народы. Это просто фашизм. Мы можем делить людей на оседлых, то есть цивилизованных, и на кочевых, то есть варваров. И на этом воспитано не одно наше поколение. И, как я сказал, нам нагрузка была негативная. Поэтому сейчас, пожалуйста, те, кто нам эту нагрузку дали, получат по полной от нас. Мы вынесли из этого урок. Что нам нужно понять? Для того, чтобы управлять, нужны знания. Те, кто контролирует поток знаний, он, наверное, и регулирует новое право и международное право, в том числе, отношения. Делается это, к сожалению, через оружие. Обладание современным видом оружия позволило нам с минимальными потерями в течение 44 дней решить, по большому счету, проблему. Там то, что осталось, это будет решено. Это уже не военная тема. Военная мощь Турции, нарастающая, станет основным фактором, из-за которого ведущие страны мира будут внимательно слушать Турцию, а значит остальных ее партнеров и союзников. Если на минуту представьте, что у Турции нет всего ее военно-технического преимущества, кто ее будет слушать? Кому она будет нужна? Экономически скажут – отсталая страна, кризисная страна, согласитесь. Поэтому, к сожалению, вот эта силовая составляющая, помноженная на знания, должна давать первым делом эффект в военном деле. Если ты доказал, что твои знания в военном деле приносят эффект, тебя будут слушать. Поэтому все так любят Америку. Довольно-таки примитивная страна, если кто был, видел. Но она самая сильная. У них еще своей кулинарии, допустим, нет. Вот то, что мы все гордимся, там древняя музыка. У них самая древняя музыка – это блюз, рок-н-ролл и рок. И джаз, может быть, негритянский. Но они имеют силовую надстройку, они контролируют поток информации. В наше время информация – это главное оружие. Период, когда знания были главным оружием, как я отметил, ушли. Сейчас нас болванят через поток информации. Дают определенный алгоритм информационного поля. Мы сидим, ставим лайки, комментируем. И очень серьезные центры на этом зарабатывают. Не только деньги, но в том числе и деньги тоже. Теперь возвращаясь к нашему турану. Видите, мы как вот пошли, пошли, пошли. Самым успешным проектом наших предков было вот это пространство, которое потом назвали Тураном. Самый успешный проект – минимум 800 с небольшим лет, можно больше, можно меньше. Мы были единственными лидерами. Но нам это же не преподают. Вот сейчас США, после Второй мировой войны, США стала лидером, гегемоном. Каких-то там 70 лет. Представляете, какой груз, в хорошем смысле, какой опыт в генах у нас сидит, управленческий. И как долго из нас его выбивали. И в царско-русское время, и в Совет, то есть система вот этой образования, она тебе внушала. Ты никто, ты варвар, твое дело там вот на конях поскакал, там саблей помахал. И при этом никто не задумывался, что те стрелы, которые были у нас, и тот металл, из которого мы делали свое холодное оружие, был недоступен несколько тысяч лет другим. Просто у них интеллекта не хватало обрабатывать. Не даст мне уважаемого Ларик соврать. Просто интеллекта не хватало. Это была космическая технология, это была ядерная технология. Те стрелы трехлопастные, которые у нас были с античного периода, пробивали на 800-900 метров броню. И никто не мог понять, из какого металла, как вообще металл получается. То есть мы были бесспорными лидерами. Мы сейчас не будем обсуждать, почему мы это уступили, так получилось. Главное, что у нас есть опыт. Я к чему веду, возвращаясь немножко к нашим несчастным соседям. Из-за того, что у них действительно не было государственности, это сугубо церковь, я имею в виду армян. Для себя они нормальный народ, небольшой народец, который и в торговой сфере, и в определенных сферах может быть полезен для больших империй. Это доносы, разведданные через торговлю и так далее. И нам они много услуг делали, зачем скрывать. Но они не государственники. И когда им дали внешние игроки возможность создать государство, они решили, что это игрушка для того, чтобы создать прошлое. Вот я надеюсь, мы эту ошибку не допустим. Мы изучаем прошлое не для того, чтобы жить им, а для того, чтобы извлечь оттуда то, что нам позволит пройти вперед. Вот эти несчастные, с этими игрушками, со своими фобиями, они оказались сейчас в сложной ситуации. И вы знаете, мы их будем вытягивать. Их нельзя бросать. Это глупая ситуация, когда даже они не враги. Они абуза для региона. Они причина того, что серьезный этап будущих войн будет в нашем регионе. Нам нужно сейчас максимально попытаться сделать так, чтобы никакой войны в нашем регионе не было. К сожалению, все к этому скатывается. Пока идет война в Украине, у нас есть время. Но те, кто не хотят затягивания войны в Украине, они уже формируют новые очаги. И один из них формируется на территории Армении. Вот оно место будущих разборок. Все в молодости, помню, на улицу выходили, место разборок. Там какой-то угол друг другу набили. Выяснили, что Армения превращается в некую Сирию нашего региона. И мы этого не хотим. Но у нас выбор такой. Или она, или наша территория. Конечно же, наша территория не должна быть. 30 лет уже была местной. А какой 30 лет? 200 лет. 200 с лишним лет. В этот раз, учитывая весь этот негативный опыт, я надеюсь, мы сделаем такую вещь. Постараемся спасти этот несчастный народ. Но не ради их интереса. Не ради. Нам главное, чтобы регион превратился в часть большого серьезного проекта. Хотите, его называйте Туранским проектом. Некоторых фобия. Я знаю. Соседи, когда слово Туран. Зангизурский коридор, о котором мы уже два с половиной года говорим. Это два года назад была минимальная цена для Армении. Сейчас этой цены нет. Армения упустила свой шанс спасти свою государственность ценой Зангизурского коридора. Глупо для них. Сейчас на кону совершенно другое. И каждый день, каждый месяц отдаляет Армению от того, чтобы она вообще осталась как государство. К сожалению, у них, или к счастью, я не знаю, у них нет сил, способных это понять. У них единственный элемент, который представляет угрозу, является носителем информации и контролирует значительную часть общества – это Армянская церковь. Это Армянская церковь, которая находится сейчас в ступоре. Буквально вчера, я имею в виду, смотреть будут позже, это значит, вчера на 22 апреля. 21-22 апреля идет полемика между премьер-министром Николом Пашиняном в прессе и Католикосом Горигином вторым. И Горигин проговаривает такую вещь, что Пашинян-то признал уже, хотя бы на словах, вместе с Карабахом. А Горигин сразу же выступил, что церковь не согласна, и у нее есть проблемы с правительством, с властью. Ну, Пашинян, видать, тоже не промах, он буквально вчера хороший пас дал, что если у церкви проблемы с властями, значит, у нее проблемы с Богом, потому что по христианству власть от Бога. Неплохо, да, он барьеры вот. Это говорит о том, что Пашинян тоже в чем-то уверен, и фактически основной проблемой для нас была, остается армянская церковь. За два с половиной года ни один раз иерархия армянской церкви после 44-го дневной войны ничего путного не сказали. А значит, они на пути войны. Но ихняя паства кончилась, те, кто воевать могут. Значит, что будет? Если бы армянская церковь была мудрой, как она себя представляет, казалось бы, она бы давно нашла бы способ через нашего шейха или ислама, или через кого-то, выйти и нивелировать хотя бы лет на 10-20 ситуацию, как они это умеют делать. Прикинуться покорными, какие-то услуги делать, как они всегда делали нашим правителям. И мы же, у нас короткая память, мы же добрые. Так они даже на это оказались не способны. Они хотят играть до конца. До конца. Ну, значит, итог игры будет такой. Расформирование государства армянского, переселение армян в другой регион. Это будет идти поэтапно. Я редко делаю прогнозы, потому что это опасная тема. Но мои все прогнозы можно смотреть и пять лет назад, наверное, друзья знают, относительно предстоящей войны, и в 2014 году относительно будущей войны России в Украине. Это уже прописано. К сожалению, это диагноз. А диагноз поменять же нельзя. Если у меня гайморит, то это на всю жизнь. Если почки болят, то тоже надо беречься там. Это диагноз армянского народа, исходящий из того алгоритма, который мы прописали. И спасти их никто не сможет. Это будет чудо, если у них появится лидер. Представляете себе, лидер, который договорится с Азербайджаном ради спасения армянской государственности. То есть, вот единственная причина, по которой армянская сторона обязана с нами договариваться. А у них этого лидера нет. И церковь... Значит, итог такой. Первый удар на себя примут карабахские армяне. И они уже его принимают. Имран Мяалин не даст соврать, но наши первые лекции в декабре буквально за день, за день до начала экоакции, определенные вещи мы проговаривали, что придется мягкой силой людям объяснять. Вот эта мягкая сила, там уже 130 сколько-то дней продолжается, она будет все более жесткой. С применением иногда военно-политической составляющей. Оно так идет. После того, как карабахские армяне добровольно, ну, пожалуйста, дорога открыта, гуманитарно-то дорога открыта, пожалуйста. Значительная часть их переедет на территорию Армении. Там их тоже не ждут. Там бакинских армян не ждали в 90-е годы. Краснодар, Ставрополь, forever. Вот путь миграции я прямо сейчас прорисовываю. Краснодар, Ставрополь, Причерноморский регион, Абхазия. Если какая-то территория Крыма или территория Украины, я имею в виду, не будет деоккупирована, вот эти земли, куда пойдет армянский проект. Следующая Чмядзим будет там. Они уже себе выбрали место. Уже тамошние богатые армяне спонсируют переезд. Все, они работают. Они уже с этой территории ничего общего не имеют. Ну и правильно, пусть уезжают. Пусть уезжают. Это их выбор. Следующие армяне, Армении. За тавтологию извиняюсь. Армяне, Армении. Они умнее. В отличие от карабахских, у которых все сложнее. Эти еще часть их останется. Даже приблизительно была бы карта, я могу показать, на приграничных регионах с Турцией армяне останутся. В Зангизури нет. В Зангизури нет. В лучшем случае по границе с Грузией могут остаться. Если договорятся, может где-то в приграничных регионах с Азербайджаном для каких-то работ и так далее. Рамка интеграции. И то вряд ли. Вот это будущее. То, которое они для себя прорисовали. На этом тему закроем. Потом, если вопросы будут именно по сути. Комментариев, я знаю, будет много. А что же в этой ситуации делать нам? Я думаю, нам не надо оглядываться на этот вчерашний день. Нам нужно понять свое место в новом проекте. В новом проекте мы центр. Мы хребет. Хотим мы того или нет. Хребет вырисовывается так. Турция в авангарде. Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Четыре страны. Если эти четыре государства между собой договорятся по всем принципиальным вопросам. Все. Остальные подтянутся. И не обязательно тюрки. Остальные, я имею ввиду, это и Венгрия, это и Пакистан, это Афганистан, да кто угодно. Если между этими четырьмя странами в каких-то вопросах будет непонимание, вот это будет та слабая точка, куда будут бить между нами. Пока что принципиально по всем вопросам стратегическим, а в первую очередь я называю стратегией, это конечно же военно-политическая составляющая. Допустим, казахские братья уже учатся у нас военные. Узбекские братья учатся у нас. Наши учились в Турции. Идет серьезный обмен военным опытом. Меня всегда заносят как бывшего офицера военного. Я знаю, что самая главная составляющая здесь. Или ты сильный в военном плане, или ходжалы. Выбор такой. Выбор такой. Когда часто говорят, а что же наши дети. Выбор такой. Или ты воюешь, или тебя уничтожают. Наверное, лучше все-таки уметь воевать, тогда меньше шансов, что будет война. Тогда тысячу раз подумают, прежде чем на тебя напасть. Вот если военно-политическая, военно-техническая составляющая у нас не будет слабины между этими четырьмя странами, никто к нам близко не подойдет. Будут подходить только чтобы торговаться. Второй элемент – это транзит, дороги. Это магия Турана, тюркского мира. Контроль над дорогами. В этом всегда была сила тюркского проекта. Создание новых транзитных путей. Создание хабов, где потом возникают города. Все древние города в основном – это место, где сходятся дороги. Другого смысла нет. Создание города – другого смысла нет. Там, где лучше всего торговать. Туда, где стекается товар. И откуда географически удобно его посылать. Приморский регион. В горах столиц нет. Вспомните, есть где-нибудь миллионные города, допустим, высоко в горах. Или там, где нормальные дороги, воды. И сложно. Есть, конечно, придуманные города типа Дубая. Но он, опять-таки, держится на англосаксах, которые… Есть причины политические, почему Дубай. Это же там сколько вкладывают в этот Дубай. А у нас есть определенная парадигма. Как двигались тюрки? Тюрки всегда двигались. Это очень важно. От восхода до заката. И все наши дороги, все наши города, конструкция тюркского мира исходит от восхода до заката. То, что называют Кызель-Эльма. То есть Кызель-Эльма – это солнце. Движение за солнцем, которое идет на запад. Если эту конструкцию мы восстанавливаем, то есть точка силы – это восток, это страны Центральной Азии, это наш твердый тыл. А затем мы двигаемся на запад, обычно где-то до Египта, Магриба, Средиземного моря и Юго-Восточной Европы. Это тот самый ареал, где мы всегда двигаемся тысячи и тысячи лет. Слово кёчарли, даже птицы называют кёчарли-гуш, она же не по своим капризам летает. Есть определенные точки, перелетные птицы повторяют по законам мироздания. Тюрки двигались так же. Если кто-то нарушает это движение, тогда тюрки слабеют и теряют государство. Зангизур – кровь из носа будет. Если кто-то думает, что Зангизур – это прихоть для того, чтобы соединить континентальный Азербайджан с Нахчеваном, грубо ошибается. Я имею в виду и армян, и те, кто за ним. Армян сдадут. И уже сдают. Как только вот эта сеть наших дорог, Шабяке, именно сеть, вообще все наши узоры, в том числе и на коврах, они отображают нашу философию. Это отдельная тема. Так вот, все наши дороги, города, они учитывали в первую очередь географию. Они были естественны. И всегда военная составляющая после себя оставляла, скажем так, некий город, который становился точкой притяжения для товаров. Обеспечивали безопасность движения. От Китая до Европы мы обеспечивали безопасность. Потом мы создавали товар. Вот это та ниша, где мы себя чувствовали, как рыба в воде. К сожалению, последние 300 лет из-за того, что экономическая модель в мире поменялась, то есть европейская модель транзит товаров по морям, океанам, а мы же сухопутные. В итоге вся наша экономическая мощь, которая здесь сделалась именно на контроле сухопутных путей, она оказалась никому не нужной. Потому что наши предки или недооценили преимущество морских путей, или же это им было неинтересно. Ну, проиграли, бывает. Европейцы вышли из ситуации. Мы их душили. То есть контроль над сухопутными путями превратил нас в монополистов. То есть это может… Я понимаю, для европейцев это негативно. То есть они молодцы, сыграли хорошо. Внутри нас нашли тех, кто против нас играл. И создали ту ситуацию, благодаря которой 300 лет они существовали. И неплохо зарабатывали. Теперь, если все возвращается к сухопутным путям, наверное, такой вопрос. А почему, вроде же, по морям выгоднее торговать? Огромный сухогруз, он сотни тысяч может везти грузов. Или там танкер. Казалось бы, по логике вещей, все равно моря и океаны побеждают в экономической модели. А так и нет. Новый, он оказался более мобильным. Разрушение тех цепочек. Раньше, допустим, гипотетически СССР – это твердый рынок, откуда идут определенные природные ресурсы. Китай – это твердый рынок, где производят. Европа – это твердый рынок, где потребляют. И объемы определены на 5, 10, 20, 40 лет вперед. Некоторые договоры между США и Китаем на 50 лет заключаются торговые. 50 лет. Они кончились в 2022 году, кстати. Поэтому вот так колбасит США с Китаем. А сейчас нужны мобильные поставки небольшие, быстро. Вот мне сейчас нужно 100 тонн определенного металла. А танкер говорит – нет, надо подождать, когда наберется определенное время. Уйдет месяц, пока товар дойдет. В этом контексте железные дороги стали более мобильными и выгодными. Потому что из-за того, что разрушается прежняя вот эта цепочка, сейчас нужны малые поставки, но быстрые. Мало, но быстро. Грубо говоря, это все равно, что волна… Средняя волна есть в радио или длинная волна, а есть FM частота. Она быстрая и более четкая. Поэтому я не говорю, что это надолго вперед, но в ближайшие 20-30 лет мы можем использовать период формирования нового миропорядка, новых вот этих экономических отношений, транзитных отношений и хорошо заработать на этом. Хорошенько на этом заработать. Благодаря контролю над сухопутным трафиком. Грубо говоря, Китай, Европа – основные два элемента, два интересанта, а мы посередине. Но еще есть другие интересанты, помельче, в любом случае. Но это временные конструкции. Через 20-30 лет… То есть сейчас нужно закладывать еще следующую конструкцию, чтобы, как мы говорили, веками… Видите, как все сложно? Но вместе с тем просто. Поэтому этот туран – это на этом этапе не политический проект. Не политический проект. Поэтому те другие народы, которые боятся и воспитаны на учебниках истории, на фобиях, что придут, порежут кривоногие с кривыми… Янычары с этими кривыми… Это же ерунда. Если бы просто было время, я вам рассказал, как наши тюркские правители исследовали территорию, какова была роль Чабанов по сбору разведданных и изучению особенностей географии, природы и климата. Потом двигались торговцы. То есть это не все не просто так. А потом приходила военно-политическая составляющая – к тем, кто не согласен. А к тем, кто соглашался, они жили нормально, процветали. И весь Ренессанс практически всех малых христианских народов связан с могуществом тюркских государств. Всех! Какую палец не загнешь, нету таких средних и малых христианских народов, чтобы они не процветали в составе тюркских империй. Но, к сожалению, большинство из них оказались, начиная от греков, армян и так далее. К сожалению. Поэтому они свое получат. Кстати, в этом контексте очень интересно из века в век, из тысячелетия в тысячелетие отношения между тюрками и евреями. Очень уникальные. Уникальные. Нет ни одного момента в истории. Если есть, серьезно. Я не имею в виду, кто-то кому-то дал бонус и кровь пошла. Серьезно, политически, чтобы где-то тюрки с еврейскими общинами имели какой-то глобальный конфликт. Это тоже о чем-то говорит. Это тоже какой-то феномен. И на этом этапе мы видим, этот феномен приносит пользу. Смотрите, какой уровень отношений Азербайджана с Израилем. Это просто не укладывается в голову, потому что это не по правилам. Значит, правила неправильные или правила перестали работать. Вот это та, я вам прорисовываю конструкцию, которая будет. Те страны, те народы, которые в этой конструкции займут свое комфортное место. Те, кто встроятся из наших вчерашних противников и оппонентов, они тоже заработают. Они тоже заработают. Я давайте перечислю проблемные народы, которые будут пытаться создавать проблему Турану. Начнем с Запада. Это Египет. Помните, я вам древнее слово сказал? Египет – серьезная часть франкофонии. Мы знаем, что в Египте французская культура, французский язык. После основного арабского языка номер один. Номер два. Взгляд на мир, французский ислам. Через Египет будут пытаться двигать, но, как всегда, его разгромят. Все наши тюркские империи завоевания кончались. Где? В Египте. Маршрут один и тот же. Центральная Азия. Штаб всегда на Южном Кавказе. И я имею в виду Южный Азербайджан и Азербайджан. На Южном Кавказе был Азербайджан. Термин Кавказ и Южный Кавказ вымышленный. Когда штаб формировался здесь, дальше мы двигались вплоть до Алеппо. Вот это те самые города, вспомните, Насиме, Алеппо. Это же не просто так. Мусул, Киркук, Эрбиль. Это те самые наши ставки. Багдад. Как мы продвигались. Дамаск всегда нам сопротивлялся. Штарая культура древней Сирии. После падения Дамаска всегда происходило падение Александрии, Каира. И уже проект проседал. И мы шли вплоть до Гебралтара с выходом на юго-восток, юг Европы. Вот это естественные территории, где проходят границы наших сфер влияния. На данном этапе сейчас идет формирование. Я сказал, где находится Алмас. Чтобы я нормально работал, нужна одна очень важная вещь. И это не только Зангизор. Когда мы взяли Шушу, я сказал, что мы вляпались в хорошем смысле. Все. Останавливаться нельзя. После Шуши по законам военного дела надо брать Зангизор, выходить на Ереван и затем брать под контроль Тебрис. Это не я придумал. Это закон военного дела. Это делали все тюркские империи. Это повторяли за нами русские, когда пришли в этот регион. Вспомните 19 век. От Гюлистана до Туркменчая. Тот же самый маршрут. Только под Тебризом решила судьба всего. И ошибка русских была в том, что англичане их обманули. И они откатились обратно за реку Арас. Англичане знали значимость Тебриза. Туркменчайский договор был большим поражением для царской России. Логический, географический. Наверное, те военные, которые шли до Тебриза, русские, они знали, что делали. Но не они решали судьбу. Дипломатия, политики. Поэтому контроль над Тебризом является основополагающим. После него только это не обязательно физическое присутствие. Понимаете? Сейчас некоторые, наверное, думают, я веду речь о том, что такие широкие колонны азербайджанских военных идут по просторам. Нет. Это не обязательно военные. Есть политические методы решения вопросов. И если Тебриз станет на нашей стороне, а до этого Ереван, создается треугольник Шуша-Ереван-Тебриз, благодаря которому можно дальше действовать с выходом на Эрбиль, Мусул, Керкук, Алеппо, Тамаск и до Египта. Только вот так. А если мы остановимся на Шуше, то итог может быть Абширонская республика. Я не знаю, если еще повезет. Давайте вспомнить 1918 год. Армяне создавали государство со столицей в Баку. Основная цель Степана Шаумяна и всех этих. Вот мы постепенно идем к теме 24 апреля. Основная цель была нас всех выкидать куда-нибудь на ту сторону реки, извиняюсь, Каспийского моря. И все время в советское время Сталин бередил этим. Постоянно нас, как что, давай их в Казахстан отправим. Всех цюрок отправим туда. Вот если сейчас мы думаем, что мы на Шуше остановимся, значит, мы своим детям в наследство оставим опять эту проблему. 1918-1920 года. Собраться где-нибудь на Абшироне и защищаться. Сзади с трех сторон море. Мы не рыбы, плавать не умеем. Поэтому эти алгоритмы, они прописаны тысячи и тысячи лет. Мы ничего не изобретаем. Надо просто использовать опыт предыдущих поколений и максимально его реализовывать с учетом новых реалий. То есть не оставаться там мысленно, а учитывать. Ведь каждый же родитель пытается своему ребенку свой опыт передать позитивно, чтобы ребенок меньше времени тратил на ошибки и больше времени тратил на какие-то успехи. В этом контексте вот так. То есть мое видение Турана было таковым, что это проект, который будет. Хотят, не хотят. Кто не хочет, он пострадает. Если два года, три года назад мы уговаривали, мы предлагали, или мы прорисовывали, как вот, знаете, как красиво Туран. Сейчас это реальность. Просто реальность формируется не в течение года двух-трех. Это тоже надо понимать, что реальность формируется иногда сорок лет. Для этого есть и биологические причины, и много причин. Наши сорок лет начались в 1991 году. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.